Добрый вечер! Хотелось бы окунуться в нашу прохладную жизнь, называется Ухтомский пруд. На моей памяти в этом уже году было два случая, когда местные жители были недовольны якобы неблагоприятной экологической обстановкой, сложившейся вокруг этого прудика, а может быть даже небольшого озера. Первый раз зимой, когда якобы со всех улиц собирали грязный снег, делали навалы, сбрасывали в пруд, и после этого вся живность, которая там вроде бы есть, должна была погибнуть. В итоге выяснилось, что это было депутатское решение. Что это было, это первый вопрос. Ну, на самом деле, скажу так, что я очень благодарен тем жителям, которые привлекают активность, да, и в том плане, что вопросы экологии, они действительно стоят остро в нашем районе. Ну, что касаемо Ухтомского пруда и строительства той же горки, ну, скажу честно, да, это немножко гипертрофированная фантазия наших местных жителей. Дело в том, что на строительство горки ушло, наверное, около недели, и, собственно говоря, там садился чистый снег, который убирали во дворах, ни с какого Октябрьского проспекта, для того, чтобы построить пологую горку, на которой катались дети. И, насколько мы там, по-моему, вместе выезжали, видели, что достаточно большое количество детей, очень хорошие отзывы, и никакой экономии бюджетных средств в плане утилизации снега здесь и быть не могло, потому что, наоборот, прикладывались максимальные усилия, потому что горка строилась практически вручную. Но, с учетом того, что жители относятся к этому негативно, я думаю, что в этом году, тем образом, эти берега будут скорректированы, может быть, какой-то подсыпан грунт, чтобы, собственно говоря, не пришлось использовать привозной снег. И буквально на днях опять местные жители, видимо, перестраховываясь, не перестраховываясь, заявили в городскую администрацию, в управление по работе с территориями, что сливают отходы Ухтомский пруд. Кто сливает, зачем, почему? Вы, как депутат, наверняка, все это знаете. Нет, ну, это история тоже. Из мухи раздули слона, на самом деле, там никакие отходы не сливаются. Те тропинки, которые устроены брусчаткой в тех местах, это там два или три места, точно не могу сказать, имеют дренажную систему в виде азбестовой трубы, там, шириной 150 сантиметров. Собственно говоря, на этом участке, хоть там были сравнены берега, было проведено укрепление геосеткой, данный участок, пруд, он имеет естественный рельефный ландшафтный уклон. И что бы там ни делали, да, все равно паводковая и ливневая вода, они попадают в пруд. И есть заключение экспертов-гидрологов, что данный пруд является паводковым. То есть, собственно говоря, за счет держатся дождевой воды. Дело в том, что, как я говорил, что в определенном плане это научная работа, и уже зимой мы получили заключение, ведь планировалась же очистка вместе со льдом. Но специалисты-гидрологи сказали, что это достаточно опасное мероприятие, потому что если откроются реликтовые слои, так называемые песка, то если нет источников, а их нет, то вода вся уйдет. То есть, я думаю, что жители бы нам спасибо не сказали. Поэтому на том этапе, на котором была произведена очистка, на этом мы решили остановиться, потому что дальше ставить эксперименты, я думаю, смысла не имеет. Но я могу сказать, что будут организованы дополнительные источники подпитки за счет, я не знаю, артезианских скважин. Сейчас данное решение прорабатывается. Но в настоящий момент жители могут посмотреть, что уровень воды с учетом большого паводка в этом году, и вот тех ливней, которые недавно прошли, он сверх того, что могло максимально там быть. Получается, чем больше дождей, тем лучше местным жителям? Ну, по идее, да. И в тот же момент в пруд будут запущены, я сейчас не могу сказать, или уже запустили, организация, которая занимается этим прудом, определенные бактерии, которые, естественным образом, будут очищать эту воду. Но мы это видим по той живности, которая прилетает на этот пруд. Если там 3-4 года назад там утки были большой редкостью, то сейчас мы видим, что это практически как в парковых зонах. Я думаю, что даже больше, чем в монтажских прудах. Иной раз, потому что там специальная прикормка делается. Поэтому я могу сказать, что жителям переживать нет никаких оснований. Те благоустроительные работы, которые были намечены на Ухтонке, они будут также продолжаться. В этом году будет высажено очень много деревьев, в том числе и плакучие ивы. Обустройство левой береговой зоны. Ну, я думаю, что многие жители, многие жители, они довольны теми работами, которые уже были произведены. Ну, мы же знаем, да, у любого, у любой хорошей идеи найдутся как сторонники, так и противники. Поэтому мы, с учетом пожеланий местных жителей, мы тесно работаем с ТОСом, который на Ухтонке. Итак, будем дальше продолжать движение в этом направлении. Но хотелось бы отметить то, что ни копейки бюджетных средств на благоустройство данной территории не тратится. Что является, во-первых, экономией средств по благоустройству придомовых территорий. Это первое. А второе, ну, в сравнении с Москвой, допустим, на зрение улицы Тверской контейнерной рассадкой, да, то есть, это деревья в контейнерах, будет потрачено 300 миллионов рублей на одну улицу. А у нас на весь город, весь бюджет города, да, 450 миллионов. Ну, и, то есть, мы должны расставить какие-то приоритеты. В первую очередь, надо привести придомовые территории в порядок. Вот сейчас уже подготовлены конкурсные документации, и 38 миллионов рублей будет разыграно на конкурсе среди подрядных организаций. И я думаю, что уже к концу июня месяца уже мы увидим реальные работы данных подрядчиков. Сергей Николаевич, если возвращаться к истории Ухтомки, пруда. В прошлом году к нам в студию приходил господин Лебедев, который курирует вопросы потребительского рынка на территории города, и он показывал некую проектную документацию. Он сказал, что пришел частный инвестор на территорию Ухтомского пруда, и там чуть ли не мили-десниленд, детские кафе, танцующие фонтаны. Но это в перспективе было. Прошел год, я знаю, что вы курируете эту территорию как народный депутат, народный избранник, вы наверняка знакомы с руководством этой фирмы, а что в дальнейшем будет в итоге через год, через два, может быть, через 10 лет, в конечный результат на этой территории? Руководство данной компании является местными жителями, и у них тут же свое определенное видение на данную зеленую территорию. Дело все в том, что обустройство на территории пруда каких-то кафе не планируется. Это рядом соседний участок, потому что там и так маленький зеленый уголок, где там что-то можно еще нагромождать. Там, наоборот, нужно досадить деревья, обустроить газоны, клумбы и сделать какой-то фонтан, чтобы была система аэрации, то есть вода циркулировала и не могла зеленеть. Здесь проблема еще в том, что, да, действительно, паводок у нас идет в пруд, естественный уклон, но дело в том, что это проблема всего города. Вот даже далеко ходить не надо, скажем так, если там 10 лет назад у нас просто клали асфальт, и на этом дорожные работы были закончены, то сейчас есть ГОСТы, по которым становится бордюрный камень, и не имея ливневой канализации в городе, мы получаем что? Получаем реку в закрытом русле. Вот простой пример напротив жилищного треста, да, Октябрьский проспект. Раньше, когда не было бордюрного камня, значит, участок между Торгмашем и Октябрьским проспектом, ну, заполнялся рекой, и вода, естественно, сходила. То сейчас после обильного паводка, обильного, я не знаю, дождя, мы там имеем, ну, практически водоем, да, до момента, естественно, высыхания. Соответственно, работы в направлении развития ливневой канализации у нас уже намечены, то есть в этом году мы запланируем деньги на проектную документацию. А также сейчас вот есть интересная идея, которую мы будем изучать. Попробовать использовать для приема сточных вод, как ливневых, так и поводковых, коллекторы реки Люберка. Потому что, вот насколько известно, и по оценкам разных экспертов, в настоящий момент он сухой. А в районе там Некрасовки, значит, в коллекторе обустроились бомжи, допустим, да, то есть, ну, надо понимать, что это большое гидрологическое сооружение, да, я не знаю, там, ширина его 3 метра, как минимум. Собственно говоря, мы могли эффективно его использовать. И уменьшить стоимость проекта ливневой канализации, задействовав данный ливневый коллектор. Сергей Николаевич, асфальтовое покрытие города Люберца, оно по-прежнему большая головная боль. Потому что не везде ямочный ремонт еще сделан. Многие депутаты говорят, что на моем участке. И эту дорогу нужно отремонтировать. И это просится в очередь. Дорожная проблема. Ну, здесь вот, опять же, первопричина какая? То, что я сказал, отсутствие ливневки. Игра температур плюс-минус, да, рвет асфальт. И какого бы хорошего качества ни было, если в перепадах температур, там отстаивается вода, асфальт приходит в негодность. Соответственно, ямочный ремонт проводится по отдельным котировкам у нас. А те работы по капитальному, то есть надо разделить работа по капитальному ремонту, да, и ямочный ремонт. Это текущий ремонт дорожного покрытия. Значит, на каждом округе у каждого депутата по разным адресам расставлены приоритеты. Где, извиняюсь, вообще пройти нельзя, там ноги сломаешь. Вот. Это будет делаться в первую очередь. Ну, вот уже сформирована аукционная документация. Сейчас будет публикация, и как я уже повторился. Ну, допустим, на моем округе будет сделано четыре двора. Ну, и, соответственно, также вот... А вот адреса можно? Это космонавтов 23, 25, 26. Космонавтов 29. Он немножко в стране стоит, там, через дорогу. Вот. Поэтому по всем 25 округам, ну, у нас одна маленькая буханка хлеба, скажем так, с которой все пытаются вот отломить кусочек и накормить себя и своих жителей. А не проще каждый год по буханке хлеба каждому депутату? Понимаете, тогда немножко не получится, потому что избирательный срок 5 лет составляет 25 округов. И если, скажем, на одном округе вообще ничего не делать, то, ну, жители, во-первых, своего избранника... Очень тяжело парировать с жителями, да, на эту тему. Когда ты выходишь с пустыми обещаниями, то есть ты говоришь, ты делаешь... Вот. Мы очень рассчитываем на областные и федеральные деньги. В настоящий момент их нету, да. Будем исходить из того, из того бюджета, который у нас есть в городе Люберц. Ну, опять же, хотелось бы сказать, что наш консолидированный бюджет надо увеличивать. Ну, увеличивать за счет чего? За счет собираемости налогов. Это сейчас у нас будут ставиться на кадастр дома. Тоже какая-то копеечка в бюджет придет. Ну, и хотелось бы сказать про социальную ответственность самих жителей. Вот я думаю, что нет ни одного подъезда в многодажном жилом доме, где бы не сдавалась квартира. Я думаю, если обратиться в налоговую инспекцию, мы там, наверное, на одной руке пересчитаем те контракты, которые зарегистрированы в официальном порядке, из которых уплачивается подоходный налог 13%. 250 контрактов. Вы уже знаете, да. Ну, я могу сказать, что у нас не 250 квартир в городе сдается. И это тоже маленькая копеечка в эту копилку. Собственно говоря, что греха таить, у нас в принципе спальный микрорайон. Крупных производств нет. Пока налоги не вернут по месту жительства, они будут уплачиваться по месту работы, соответственно, они будут уезжать в другие регионы. Более финансово сильные, потому что там можно будет и улицы за 300 миллионов озеленять. Это у нас в Москву едут, еще куда-то. Но мы над этим будем очень сильно работать. Ну, и пользуясь случаем нашим ветеранам добрые слова в честь самого великого праздника для нашей страны. Дорогие уважаемые ветераны, от чистого сердца, вот от себя лично и, наверное, от всего депутатского корпуса хотел бы поклониться вам, сказать огромное спасибо за светлое небо над головой. Я думаю, ваш подвиг, который вы совершили, мы будем помнить всегда, будут помнить наши дети, внуки и правнуки. Низкий вам поклон. Всего доброго. До свидания.